Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и вчера в Фераксис анонсировали весенний патч Xeed Mare Civilization 6. А так как это первый патч после выхода дополнения Gathering Storm, то я решил перевести для вас то, что они будут изменять. Но прежде чем перейти к подробностям, не могу не отметить, как создатель видеоконтента, как хреново в Фераксис снимают видео. Смотрите, Эд Бич вообще полностью не в фокусе. А вот Аманда Бонакорса, у нее вообще почему-то фокус на ее оборочках снизу, а не на лице. Нет, я понимаю, у всех бывают косяки, у меня тоже, но я-то один над всеми видео работаю, а тут явно специальный человек есть для этого. Ладно, отвлекся. Итак, что будет править, дополнять и исправлять патч, который выйдет в апреле, и я думаю, что скорее всего в середине апреля, это обычно в стиле Фераксис. Во-первых, конечно, поработали над природными катаклизмами. Так будет уменьшен ущерб от снежных бурь, при этом на клетках, где эти бури происходили, рандомно будет добавляться еда. При этом от песчаных бурь добавление еды уменьшено, потому что обычно яблочек добавлялось очень много. Ползунок интенсивности природных катаклизмов теперь будет действительно увеличивать их количество, а не только повышать разрушаемость. То есть, поставив четверку, будьте готовы к более частым природным катаклизмам. Количество выбросов СО2 от военных юнитов снижено вдвое, а потом еще и снижается больше при открытии определенной технологии. Это должно уменьшить скорость потепления и, соответственно, повышение уровня моря, потому что сейчас это происходит действительно слишком быстро. При этом количество затопляемых клеток при генерации карты повысится с 35% до 45%. К тому же, повышение температуры на планете увеличивает вероятность появления штормов, особенно самой высокой пятой категории. Ну и в дополнение ко всему, в Фераксис добавили механику ухудшения клеток в связи с изменением климата. Когда вы достигаете четвертой стадии потепления, всякие шторма, бури и прочее прекращают добавлять улучшения на клетки, а после пятой стадии и выше они, наоборот, начинают забирать те улучшения, которые до этого были добавлены. Как говорит Эд Бич в видео о задумке Фераксис, эти правки сделают изменение климата не таким быстрым, но при этом он будет существенно влиять на карту. Слава богу, занялись изменением цивилизаций. Во-первых, досталось Маори и Венгрии. Первым ухудшили их уникальное здание, теперь Маори дает от клеток не плюс две культуры входа, плюс одну, потому что, конечно, это слишком круто было. Во-вторых, ослабили уникальный юнит. Его сила станет 36, сейчас она 40, а способность воинственный танец не будет складываться. На данный момент ТОА дает минус пять боевой мощи соседним вражеским юнитам, и если, например, поставить несколько этих ТОА, то каждый будет давать минус пять, и мы проверяли, можно таким образом даже танк убить. Так вот, складываться эта способность больше не будет. У венгров уберут их офигительную способность бесплатно апгрейдить юниты, взятые на прокат у городов-государств. Теперь апгрейд будет дешев, но не бесплатен. Если раньше была скидка 100%, то теперь 75%. Зато усилили Канаду, чего действительно не хватало. Канадские шахты на тундровых холмах будут давать дополнительное производство. Это очень хороший буст, и мне теперь захотелось еще раз сыграть за Канаду, кстати. После выхода дополнения Gathering Storm, оригинальные цивилизации, которые были в ваниле, сейчас выглядят несколько слабовато. Обещают некоторых из них усилить. Так, например, Индия ко всем своим бонусам получит дополнительное счастье от каждой религии, которая присутствует в ее городах. Миссионеры на распространение религии получат плюс 2 заряда, то есть если оригинальные имеют 3, то индийские будут иметь 5, а торговые пути получат плюс 100% к силе религиозного давления. Также переработан уникальный юнит Индии Вару, который имел тот же бонус, что и Туа у Маури. Этот бонус тоже убран, но чтобы это компенсировать, содержание за деньги Вару снижено. Китайское уникальное улучшение Великой Стена не может быть разрушено природными катастрофами. А у голландцев плотины и дамбы будут давать еще и бонус к производству, хотя, по-моему, вот это странное усиление, потому что Голландия и так выглядела очень-очень неплохо. Уникальные улучшения Франции, Египта, Испании и Китая получат дополнительные бонусы. Вы сейчас видите на экране, какие бонусы это будут. Мне сейчас перечислять не думаю, что имеет смысл, просто если хотите сравнить с тем, что сейчас есть, зайдите на cif6.leshaigrait.ru, поставьте на паузу это видео и посмотрите. Патчи обещают серьезно поработать над системой дипломатии Конгресса. Так, например, будет дипломатическое соревнование на уменьшение выбросов в СО2. Кто больше всех снизит, тот и получит очко дипломатической победы. Причем выбросы СО2 будут влиять на ваши дипломатические очки. Как видите, на экране нация получает минус 4 к дипломатическим очкам, к штрафу за выбросы СО2. Кроме того, наличие претензий к вам от других цивилизаций тоже влияет на дипломатические очки. Чем их больше, тем больше минус к дипломатическим очкам вы получаете, что, по-моему, довольно логично. Куча мелких изменений. Во-первых, обещают улучшить систему цветовых схем. Во-вторых, улучшить общение с компьютерными соперниками, чтобы они не доставали людей одинаковыми сделками и вообще вели себя в этом плане поумнее. В-третьих, равномерное распределение варварских лагерей по карте. В-четвертых, города-государства получат большие защиты на высоких уровнях сложности. Сетевые игры через облако получат фильтр для завершенных игр. Чудо-панамский канал получит плюс 10 золота в ход. Храм Махабодхе будет давать плюс одно дипломатическое очко в ход. Натуралисты станут стоить дешевле. Апгрейд юнитов станет стоить дороже. Изменятся цивики, тотальная война и рейд. И, наконец, очень важное изменение. Разграбление клеток любых больше не будет давать науку и культуру. Только будет даваться вера, золото и лечение юнитов. Вот это, мне кажется, не очень правильное решение. Ну, посмотрим, как оно отразится на балансе. Ах да, кроме Норвегии. Норвежцам добавили уникальную способность, что именно они смогут получать науку и культуру от разграбления клеток. Добавлены две важные фичи для интерфейса. Во-первых, интегрирован популярный мод для меток. Теперь видите, сколько меток можно будет поставить. Во-вторых, появился поиск по карте, наконец-то. Вы можете ввести любое название. Там, например, вы хотите найти своего гигантского робота, и он показывает. А если хотите найти какой-то ресурс, тоже его вводите в название, и он будет подсвечен на карте. Ну и последняя хорошая новость для картоделов. Уорлдбилдер теперь прямо в игру будет встроен. Вы можете его запускать прямо из игры. Больше новых фич. Можно будет свои карты намного проще рисовать. Если вы этого ждали, то возрадуйтесь. В общем, вот такой патч. Обещаю для нас выпустить Фераксис в апреле. По опыту всех прошлых патчей, думаю, он выйдет где-то либо в середине, либо к концу. В этом же видео было сказано, что это не все изменения, которые в нем грядут, но, видимо, самые важные. Мне бы еще очень хотелось, чтобы Фераксис поработали над самолетами и генерацией карты. Самолеты на данный момент пока ультимативное оружие, в них выходят все игроки. Если ты не успел в самолеты, и у тебя нет алюминия, то ты проиграл. С этим надо что-то делать, потому что самолеты сейчас слишком сильны. То же самое касается генерации карты, потому что ресурсы разбросаны очень равномерно, очень странно. И вообще, карты иногда генерируются отвратительно. Ваше мнение по поводу этого анонса и того, что стоит в шестой циве поменять, мне было бы интересно почитать в комментариях. Ну а на этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.